25 проектов на сумму почти 10 миллиардов рублей в общей сложности рассмотрели на заседаниях в администрации Щелковского района в рамках так называемых инвест-часов. Таков результат работы рабочей группы по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе. Из этих 25 несколько проектов уже находятся на стадии реализации. Многие вопросы, которые мы рассматривали ранее на инвестиционном часе, приближаются или к завершению начального этапа оформления земельного участка, или в процессе. Есть уже, там где уже вышли на реализацию основной части проекта, это производство. Но это немножко. А это пилеты, рыболовное хозяйство. Инвестиционные часы продолжают привлекать внимание инвесторов. На очередном заседании рассмотрели 5 проектов. 150 миллионов рублей в строительство тепличного комплекса для цветочных растений предлагают вложить представители группы компаний «Нали». Новый объект позволит создать порядка 80 рабочих мест. Для предприятий уже подобрали участок в селе Петровское и сельского поселения Огудневское. По словам предпринимателей, их цветы смогут составить конкуренцию импортным, ведь цена на них будет значительно ниже за счет меньших транспортных расходов. До 40% дешевле в реализации от импортных на сегодняшний день будет цена. Очень неплохо находится расположение там участка, благодаря тому, что рядом проходит газ и достаточно недалеко располагается доступ к электроэнергии. Изготовление изделий из искусственного камня, стелла, арт-объектов и многого другого – такова направленность еще одного проекта, представленного на заседании. Предприятие «Абрисрез» существует с 2012 года, но прежде работало в Ногинске. Теперь предприниматели хотят перебраться в Щелково и развивать свой бизнес здесь. Планируемый объем инвестиций – 150 миллионов рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 80 единиц. Делали несколько проектов для компании «Икея» в санузлах, для крупных строительных компаний, опять же, санузлы делали. Также, как для частных клиентов, делаем столешницы и рецепшены. Предпринимателю предложили участок на Соколовке, работы по проекту продолжаются. Также на заседании рассмотрели еще несколько перспективных идей – строительство торгово-развлекательного центра, создание моек самообслуживания и организация дома технического творчества. У нас настрой оказывает всемирную помощь и поддержку всем предпринимателям, которые приходят на инвестиционный час и представляют свои проекты для рассмотрения. Все будем держать на контроле, поддерживать и переносить производство в нашу территорию, чтобы снижать, снижать, снижать дефицит рабочих мест.